Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить рейдж. В предыдущей серии мы спасли одного из борцов сопротивления и, собственно, вступили в ряды. Теперь по всем территориям расчет правительство, например, как вот эти наблюдательные пункты. И нам нужно быстренько съездить в ковчег, забрать свой диск с данными. Но сначала я куплю пулемет правительства, потому что так сегодня мне повезет. Потому что патронов у меня к нему давали кучу. Собственно, пулемет-то не было. Отлично. Удачно. Все, выходит. Что-то по деньгам у меня там 100 баксов всего, что ли? Да, 131 баксов. Позорище. Так, на этом мне нужно 475. Пожалуй, я распродам вот такие ингредиенты, хотя они мне нужны, как правило, для крафтинга. Но я думаю, я переживу маленько без них, потому что мне сейчас нужен пулемет. Филтритовый аккумулятор я, пожалуй, оставлю. Стальные клинки. Ой, нет, я же их покупаю. Да что ж такое? Ладно. Так, монокуляр оставляем, крылопалки оставляем, машинку оставляем, тряпки оставляем. Продаем вот это. Филтритовую рацию оставляем. Дисептик. Стальные клинки. Я надеюсь, нам в итоге хватит. Пустынная спора. Из нее, конечно, можно собрать хорошую вещь, но она больно уж хорошо стоит. Так, шестеренки мне пригодятся, я их, пожалуй, оставлю. Давайте продадим вот вольфовские и фаллаутовские коллекционные вещи, потому что они бесполезны. Хотя, конечно, лично мне они дороги, как пасхалки. Ну, ну ладно. Что ж поделаешь. Бесполезные вещи. Пора продавать. Так, покупаем винтовку и покупаем на оставшиеся деньги. Вот так. Приятно иметь с тобой дело. С тобой тоже. Ну что ж, собственно, отправляемся в источник. Кстати говоря, блин, патрон надо было купить для пулемета машины. Ну ладно. Тихо, что говорит. Пропаганда, короче говоря. Ой, нет, на ту сторону. В пустоши. Идем в пустоши. Да, 830 патронов, я думаю, все-таки вполне неплохо. Хорошо, постараемся. Мы получаем сообщение о фактивности правительства в регионе. Будь на чеку. Правительство. Вроде никого не видать пока. Вы тут как, ребят? Живы, здоровы. Вроде все в порядке. Да ладно, ладно. Каждые пять минут мне об этом не надо говорить. Ага. Похоже, я опоздал. Опоздал, похоже. Патри ты, мать твою. Отлично. Вот ты какой, значит, пулемет правительства. А хорошие-то. А, последнего патрона хватило. Так, еще есть желающие? Вроде нет. Поехали. Ну, вот опять, что ли. Вот так сразу машину поставим, чтобы, если что, было удобно тикать отсюда, как говорится. Быстро схоронимся. Так, клавиатура под рукой. Нажмем на ней F5. Вот. Теперь нам дают стальные патроны на калаш. Ну, что ж такое? Когда мне нужны были стальные патроны, мне давали патроны правительства. Ну, ладно. Так, еще кто есть тут? О, тут все скрыто, похоже. А, ну, слава богу. Так, все, надо валить отсюда. Что, ребятушки, как отдыхается. Ладно, уходим побыстрее. Ладно, уходим побыстрее. Ой-ой-ой. Да, вот тут. А снайперская лентовка у нас будет вот тут. Сейчас, потому что мне нужна именно она. Надеюсь, что она мне пригодится. Давайте отсюда попробуем высмотреть. Что-то никого не видать. Что-то никого не видать. Ну, что ж, видимо, придется все-таки прорваться с боем. Твою дивизию. Твою мать. Вот, и тут настоящая проблема уже. Донос мозга. Блин, геймпата. Хорошо. Еще двое. Отлично. Где-то еще один тусует. Но он, надо сказать, не особо умен. Он все там стоит и ждет меня. Все, пораскинул мозгами. Хорошо. Да. Теперь мне дают стальные патроны. Это просто смешно. Что ж такое? Еще стальные патроны. Да, парень. Голова отвалилась. И, собственно, похоже, пора уходить отсюда. Ну, вроде как, слава богу, все у нас в порядке. Так, что вы мне можете... Скажем, патрончиков и чего-нибудь... Куплю и продам любую полезную вещь. Что нужно, парень? Ээээ... Так, а что мне это тебе нужно-то? Собственно говоря, зачем я сюда заехал? Этих патронов у меня 400 практически. Да у меня всего хватает. Аккумулятор. Ну, у меня их три есть. Набор электрика. Да ладно. Мне нравится иметь с тобой дело. Для порядка просто купил. Вообще, я сюда просто заехал, проверкать, как они тут. Но, судя по всему, все у них в порядке. Падают филтритовые метеориты. Один сзади упустил. Так что уже по-любому запейлил. Да хрен с ним, честно говоря. Время еще тратить. Если бы они по маршруту лежали, то я бы их собрал, а так... Да ну их. К чертовой матери. Так, ну и что? Слава богу, мы... Успели таки. Похоже, они запоролись на том, что... Там был биосканер на отпечатке пальцев, поэтому они не смогли взять мои данные. А я, собственно, смог. Так, ну и что? Слушай, друг. Говорят, тебя ищет правительство. Лучше бы тебе линять отсюда. Жаль отпускать, но будет хуже, если тебя схватят. Ох, спасибо за совет. Так... Есть что сказать? Очисти дороги. Уничтожи шоу. Похоже, нам пора валить из источника, потому что мы начинаем представлять опасность для окружающих. Замечательно. Ты незаменим для сопротивления. Как только вернемся на базу, я передам этот диск Лоссарду. Он сумеет расшифровать данные. Но время работает против нас. Здесь ты подвергаешь себя опасности. Но... Ладно, расскажи ему. Есть одно незаконченное дело. Меня схватили на пути в старый исследовательский центр в мертвом городе. Я искал информацию о том, что правительство делает с мутантами. Да. Сообщают, что правительство перепрограммировало нанотриты, чтобы управлять мутантами и делать их еще более опасными. Я считаю это вполне вероятным, но неизвестно, как далеко правительство продвинулось в своих разработках перед тем, как покинуть город. Эти данные очень важны. Возможно, процесс обратим, но для этого нужно знать суть экспериментов с мутантами. В худшем случае, эта информация поможет открыть людям истинную сущность правительства. Друг, добудь их. Мы не можем уйти без этих данных. Короче, как обычно, не сопротивление, а какие-то наивные идиоты, инфантильные. Как бывает практически во всех американских играх, там похоже не представляешь, что и себя настоящие экстремисты представляются. Небольшой каламбурчик. Ну да ладно. Глупия данных хранится на одном из старых серверов. Но чтобы добраться до них, нужно попасть на верхние этажи исследовательского центра. И найти сервер, вероятно. Найди эти данные, и сопротивление будет у тебя в большом долгу. Справишься, друг? Вот так. В старом исследовательском центре мертвого города. Отлично. Что может быть лучше мертвого города? Сейчас, похоже, опять клава-мыши придется в руки взять. Помни, правительство знает, что ты рядом и будет искать тебя. Все, что нужно, возьми из того ящика. Действуй быстро. Так, ну, собственно, мы снова отправляемся в мертвый город. Ура! Вот это круто. У меня была большая радость, когда я в прошлый раз из него выбирался. Я по нему ходил, по-моему, час где-то. Так, давайте посмотрим, сколько я вообще уже наиграл по времени, по статистике. 7 часов. Надо сказать, довольно-таки продолжительная игра. 7 часов это довольно-таки много. Бывали игры довольно-таки продолжительные, которые я считал, которые за это время я успевал проходить. Скажем, тот же Dead Space. А здесь ничего. Еще даже развязка не видна на горизонте. Ты явно что-то затеваешь. Что ты хочешь? Будешь злить правительство, у нас будут проблемы. И что ты мне сделаешь? И почему у тебя шлем танкистский? Я тупая, я в танкиши? Ха! Уходим. Так, простите мне. Сегодня тянет по Петросянить. У меня не хватает денег на ремонт. Что-то мы обнищали. Ну да ладно. Нам сейчас деньги пока и не нужны. Собственно, почти приехали. Дорога близко. Так. И сейчас у нас, как обычно, вылезет три машины. Все-ка, теперь машины стали, конечно, позлее. Ой. Твою мать, что творят. Твою мать, что творят. Твою мать, что творят. Да блин, шеши. Да блин, шеши. Все, слава богу. Блин, ты посмотри, они уже стали по-настоящему опасны. Что я могу сказать? А это меня не радует. С другой стороны, появился какой-то челлендж. И это меня радует. Так что тут все довольно-таки противоречиво. Ладно. Фух. Ну что. Берем в руки. Кловомышку. Пардон. Случайно нажал. Пока кидал джеустик на пол. Берем кловомышку. Отправляемся. В центр мертвого города. Отлично. Пока что мутанты это самые быстрые враги, по ним очень сложно попадать, по крайней мере мне. Тихо. Я слышу. Войска правительства. Похоже, они проводят тут зачистку. Мда, все может быть хуже, чем я думал. Так. Патрончики. Гранаточки. Запись. Чувствую, сейчас будет мясо. Встречающие делегации. Тихо. Все. Уже опять поросло этой биомассы. непонятны. Где-то поблизости, по-моему, госпиталь, потому что я как раз выполнил задание в госпитале и потом уже начал выбираться отсюда. Так что, сейчас похоже опять через этот зачумленный госпиталь пролим. Да, да, да. Вот. Вот. Где-то здесь я брал… Тихо. Где-то здесь я брал дефибриллятор. Блин, как мне не нравится это место. Оно жидковатое. Это че? Хрен поймешь. Ой, может, коровь бьется. Быстро проходим, быстро. Так, тут меня в прошлый раз убили, по-моему. О-па-па. В этот раз все гораздо круче. Блин, как мне неохота туда идти. Ээээ, ну какой кнопки-то у нас ээээ? Какое оружие? Вот она. А, ну вроде пока что более-менее спокойно. Я думал их будет больше. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да какого хера? Вот так будет сказано. Хе, давайте идите сюда, сволота. Хватит уже креститься по углам. Куда подходишь? Все, отлично. Ну ладно, хоть у меня сегодня с меткой все в порядке. Это бывает за каратит и ни в кого не могу попасть. Отлично. Там живой еще. Живой еще. Хе-хе, ну буршировал. Блин, а с ними интересно воевать. Они как-то перебегают, меняют позиции, то есть ведут себя более-менее осмысленно. Конечно, не первый эфир в этом плане, но, тем не менее, довольно-таки неплохо. Хватит, она живой еще. Так, я не понял, откуда ты стреляешь? Готов. Смотри, а какой упертый. Ну, похоже, где-то там. Ладно, хватит отсиживаться. Погнали. С вами все равно пока что легче воевать, чем, скажем, с мутантами, теми плюющимися тела доставляли настоящие неприятности. Потому что они были очень крепки. Да, ты один остался, братень, ты один. Все когда-то подходит к концу, братень. Так, ладно. Пока что вроде, слава богу, все вполне неплохо. Так, где-то там, а вот патроны правительства. Ну что ж. Пойдемте посмотрим, что да как. Ох, я чувствую, сейчас оттуда выломится народа. Супер. Ой. Ты смотри какой меткий, тебе в НБА надо играть. Давай. Так, ну и все вроде, да? Отлично. Мутанты. Где-то поблизости. Прямо надо мной, судя по всему. Да, где-то наверху. Блин, это натуральный Half-Life. Во втором Half-Life были такие моменты. Так, что мне делать? Понятно. Упс. Ничего не вижу. Где второй? 12 часов. Ложись! Все. Готов. Хорошо. Берем пулемет правительства. Пулемет правительства. Пулемет правительства я сказал. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да, подожди, тут же мы воевали с этим чудищем. Который уже, судя по всему, начал разлагаться. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пулемет правительства. Пулемет правительства. новую. Кто-то бежит ко мне. Там наверху я видел снайпера, это тоже плоховато. Готов. Запишемся. Хорошо. Так, еще снизу. Опять же могла бы пригодиться замколомка, но у меня опять же ничего под ней, по-моему, нет. Да, у меня нет под нее набора деталей. Печаль. Хе-хе, надеюсь тебе понравилось. Супер. Знакомые все места. Вот это вот у меня, конечно, не самое лучшее воспоминание об этом месте. Там было много мутантов, но сейчас, я думаю, там всех мутантов уже давно вырезали. Сейчас там еще более недружелюбное население. Да. Так вот вы где. Ой-ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет, не надо так. Это могу обидеться. Так, и собственно... Ай, блин. Я думал, смогу отсюда пострелять. Но не судьба. У меня пять патронов для снайперской винтовки. Это пищальная Один готов А где второй? Все Так, там еще третий, по-моему, был Но, тем не менее, патронов-то у меня нет Так что, был он там или не был Это уже не так важно Все равно пристрелить их Патронов нет Так, запишемся Люблю почаще записываться Это кто, говорит, откуда они взялись? Так, ну и что, ребят Я думаю, на этом мы завершим эту серию А разбираться с ними начнем в следующий Надеюсь, вам все нравится Ставьте пальцы вверх С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok